Какие самые неэтичные лайфхаки вы знаете? Однажды прицепился бомж. Чтобы он отстал, я притворилась, что говорю только по-английски. Так вот, он стал разговаривать со мной по-английски. Когда училась в школе, на уроках, которым я не подготовила домашнее задание, я резко вставала из-за парты и в спешке выбегала из кабинета, прикрывая рот рукой. Добегала до туалета, дожидалась учителя или одноклассника, которые вышли за мной, изображала рвотные позывы в закрытой кабинке и спокойно уходила с уроков. Работала всегда. Можно сказать, что у вас пищевая непереносимость лактозы. Главное просто сделать замученный вид и обильно смочить губы слюной, словно вас только что стошнило. ПС. У этого есть побочный эффект. Последние пару месяцев в старших классах все были уверены, что я беременна. Скажите не другу, ты выглядишь как огурчик. Он даже не подумает, что вы назвали его овощем. Подсмотрено в других тредах. Чтобы беспалевно спрятать труп в земле, выкопайте большую яму, положите туда человека, накидайте земли около 50 сантиметров, позже положите труп животного и закопайте полностью. Если полиция будет искать труп, то сразу увидит, что в месте, где вы закопали труп, очень рыхлая земля. Они начнут копать яму и увидят, что это всего лишь животное. Только посмотрите, какой замечательный бусти у меня есть. Там выходят темы без цензуры. Почему тебе не дают девушки, советы для лиственных и так далее. В общем, ссылка в описании. Я девушка и не ненавижу макияж, но делаю наоборот. И когда хочу откосить от школы работы, то превращаюсь в настоящего гримера. Беру косметику старших сестер и делаю лицо максимально бледным и больным. Недавно научила этому младшего брата. Работает на 100%. Лайфхак от меня. Чтобы казаться выше, нужна правильно подобранная обувь, длинное пальто и невысокий друг. Если не на что еду покупать летом, то питаться можно дичкой, листьями березы, водой с колонок, одуванчиками, лесными ягодами, еловыми молодыми шишками и иголками. Ходить другу в гости и развивать харизму. Но не быть обжорой немного достаточно. Еще можно подработать официанткой и есть объедки. Можно еще цветы есть. Списывать эссе, сочинения из иностранных, каких-нибудь неизвестных американских, британских и тому подобных сайтов, переводя на русский через гугл переводчик. Вуаля, чуть-чуть подредачить и зачет готов. Хотя лайфхак обычный. Лайфхак, которым я пользуюсь. Если хотите проснуться раньше утром, то просто выпейте воды да побольше. Мочевой пузырь-то уж точно разборит. Совет. Главное во сне не ходите в туалет. Это ловушка. Лайфхак, как посмотреть ответ в знаниях.ру, когда вы уже исчерпали свой лимит бесплатных просмотров. Работает только на компьютере. Открываете нужный вопрос, нажимаете Ctrl-U. Вас перебрасывает на жуткую страницу с огромным кодом. Нажимаете Ctrl-F. Печатайте в окошке слово «Ответ». Листайте стрелочками. Обычно по третьим ответам находится сам ответ. Поехал в Питер и где-то потерял деньги на обратный путь. Перед входом в метро повесил листок с надписью. Потерял деньги на обратный путь в город Н. Вот сумма, которая нужна. Вот номер карты. Вот номер телефона. ПС. Если читающий этот человек решит помочь, то пожалуйста, сорвите этот лист, как только выполните операцию. В тот день мне реально помогла одна девушка, которая к тому же и захотела лично со мной встретиться. Тогда я не только получил деньги, но и встретил любовь, с которой вот уже пять лет живем душа в душу. Краду дипломные работы в университете. В нашем универе два раза в год происходят выпуски студентов. Зимой заочники, летом очники. В конце каждого семестра, в начале следующего, хожу по учебным аудиториям и скидываю себе с находящихся там компьютеров оставшиеся с защиты дипломной работы выпускников. На данный момент мной уже собрано несколько сотен ВКР с отличными рецензиями и метод разработками по различным направлениям. Ля, вспомнил, как я в автобусе притворился спящим. Со мной рядом села женщина и вышла на свои остановки. На следующий день я опять сел на то же место и опять притворился спящим в той же позе и одежде. В автобус вошла та же женщина, которая села со мной день назад. Увидела меня, достала телефон и посмотрела дату. Потом подошла к кондуктору и тихо сказала. У вас мужчина в автобусе уже второй день сидит, с ним все в порядке. До сих пор ору. Мой друг на ЕГЭ пошел смотреть ответы в туалет. А так как если ты долго отсутствовал, то наблюдатели имеют полное право тебя снять с экзамена. Ну так вот мой друг, когда пошел в туалет, насрал огромную кучу говна и специально не смыл ее, чтобы у него были алиби. Когда он вернулся в класс, спустя минут 20-25 ему предъявили обвинение, что его долго не было и он списывал. В ответ он повел наблюдающих в туалет и показал им свою кучу. Ну и добавил, что ему было немного плохо. Но сейчас все норм и он готов продолжить писать экзамен. И как ни в чем не бывало, он сел и продолжил его писать. К слову, набрал довольно хорошее количество баллов. Я потом долго не мог отсмеяться с этой ситуацией. Мой дед рассказывал историю о том, как его в молодости в армии заставляли выполнять всякую работу ночью. Типа почистить картоху или помыть посуду. Так он каждый раз очень сильно шумел, мешал всем спать и поэтому ему больше никогда не давали работу ночью. Когда опаздываешь на пару и препод спрашивает причину опоздания, то можно сделать грустный вид и сказать, позже скажу, не хочу при всех. Спокойно пускают и спросить позже забывают. Если хочешь не привлекая внимания на улице, пообщаться с голосами у себя в голове, просто воткни в одно ухо наушник затычку. Окружающие подумают, что ты просто говоришь по телефону. Вот вам неэтичный лайфхак. Всегда, когда прохожу возле рынка, я подхожу к продавцам конфет и прошу, чтобы разрешили попробовать одну конфету. А потом иду к другому продавцу. За один такой заход вроде полкило конфет сожрал. Если учитель ищет кого-то спросить следующим, сделай вид, что все еще не успеваешь списать с доски. Можно даже немного щуриться. Когда нужно подойти к какому-нибудь стенду, к примеру в супермаркете, но места мало, а рядом уже стоит человек, я начинаю очень серьезно смотреть в одну точку и что-то шептать. Они обычно пугаются и отходят. Срабатывает особенно на детях. Когда вы наступаете на говно, притворитесь, что вы делаете лунную походку, чтобы избавиться от каки. Лайфхак. Если твой кот приходит и садится возле тебя каждый раз, когда ты ешь, просто дай ему понюхать хлеб и он уйдет. Если вы учитесь в школе и желаете повеселить ребят, то на вопрос учительницы о любимой повести или любимой книге можно ответить. Трое в лодке, не стесняясь собаки. А богатая фантазия одноклассников завершит общее впечатление. Если лень делать домашнюю работу в школе, то просто ее не делай. А когда узнаешь, что на следующий урок будут собирать тетрадки, то сделай домашнюю работу именно на этот урок. Обычно многие учителя не проверяют домашнюю работу, которая была ранее задана. А есть такие, которые вообще не проверяют. Просто ставят какой-то знак, мол, проверено и все. Весь восьмой и девятый класс так делал и все было хорошо. ПС. Если у вас так не работает, то либо вы учитесь в какой-то крутой школе, либо вам просто очень не повезло и все учителя у вас злые тети и дяди. Лайфхак. Если вам надо что-то от родителей или чтобы они сделали это за вас, то просто попросите их вежливо и всегда добавляйте «пожалуйста». Все же не зря это слово называют волшебным. Делайте как можно более повседневный тон и одновременно такой, чтобы сразу было видно, что вам это надо. Срабатывает на 100%. Лично проверяла на своей дохера строгой маме. Ладно, вот вам мой неэтичный лайфхак. Когда я не хочу говорить с окружающими меня людьми, зачастую когда жду автобус с учебы, я всегда надеваю наушники. Люди думают, что я слушаю музыку и не слышу их. Пусть даже в тот момент музыка выключена. Я их прекрасно слышу и не подаю виду. После того, как я придумал это, больше не приходится каждый день отвечать на «Сколько времени?», «Когда автобус?» и подобные тупые вопросы. Лайфхак для тех, кто учится. Если вы пишете контролку и не знаете какую-то инфу, не беда. Поставьте свою книжку прямо перед носом учителя. Делайте вид до конца, что то, что вы делаете, норм. Просто помните, чтобы что-то хорошо спрятать, спрячьте это на самом видном месте. Почти всегда работает. Вот еще дополнение. Если мимо вас будет проходить учитель, быстро и бесшумно закройте книжку и продолжайте пялиться в ту же сторону, в которую вы пялились до этого в книжке. Вот эта штука никогда меня не подводила. На кассах самообслуживания в магазинах вроде «Пятерочки» или «Перекрестка» продавцы очень редко проверяют, правильно ли пробиты продукты без ценника, вроде весовых продуктов или их фирменной выпечки. То есть можно легко пробить какие-нибудь дорогие помидоры по цене обычных или дорогую булку как дешевую. Не делайте так, потом за это ругают кассиров. Лайфхак. Если у тебя есть личная комната, а у двери стоит шкаф, и тебе не хочется, чтобы кто-то входил в нее без спросу, а замок ставить не вариант, используй книгу книги, они достаточно плотные и ценные, чтобы их просто так рвать родителям. Просто просунь ее между дверью и шкафом, тем самым просто так в комнату никто не войдет. Меня спасает Пушкин с Маяковским, мои настоящие защитники. Лайфхак. Когда к тебе подходит кондуктор, и ты не заплатил за билет. Можно прикинуться глухонемым и пытаться на языке глухонемых, просто делать разные жесты, объяснять, что ты ее не понимаешь. У меня так прокатывало, когда ездил в автобусе. Неловко будет, если кондуктор или кто-то из рядом сидящих знает язык глухонемых. Не знаю насчет этичности этого лайфхака, но в универе он точно работает. Я староста распиздяй и очень часто бухаю в ночь, когда мне нужно отправить работы группы на почту препода. Так вот, чтобы избежать последующих разбирательств с такими электронными письмами, я начал каждый раз после отправки любого письма преподу высылать второе с вопросом «А дошла ли вам моя наша работа?» Обычно оно доходит, а иногда по весьма понятным обстоятельствам нет. И тогда я тоже высылаю этот же вопрос, а после отрицательного ответа препода высылаю письмо в первый раз. А на этом все. Если видео вам понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш Бусти. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok